Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за лондонской Челси. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, давайте посмотрим, какие у нас сегодня нам предстоит против каких команд сыграть. На выезде против Ливерпуля, это уже трудно для нас. Домашняя игра против Астанвиллы, домашняя против Ювентус и выездная против Тоттенхэма. Ну, кстати, вот Астанвилл, это идет сейчас на третьей строчке. Смотри, шесть команд ни разу не потеряли очки со старта чемпионата, то есть за два тура выиграли два матча. Вообще шикарная статистика, плотность запредельная. Ну и посещаем пресс-конференцию к очень важному матчу на Ливерпуле-Челси. Итак, думаете, Ливерпуль нервничает? Скажем, что команда великолепно играла. Вот. Вы собираетесь приобретать игроков до закрытия трансферного окна? Мы строим команду, способную побеждать. Вот так. Вы провели несколько прекрасных матчей, сможете и дальше так играть? Отвлекаться нельзя. Тоже вот так вот ответим. Все, спасибо, говорят, на этом вопрос подошли к концу. Так, ну а насчет трансферов-то, кстати. У нас самый низкорейтинговый игрок в команде это Сар. Вот, 74-й у него рейтинг. Ну, именно в наших двух составах, если так можно выразиться. Поэтому, я не помню, кстати. Так, ну это в списке аренды, я удалю его. Этого Брукинга. И на продажу. Вот так вот эти тоже вот. Там я сейчас не знаю, молодые. Но Челобах-то понятно, что в аренду ушел. 73. Ну вот у кого рейтинг-то еще, в принципе, нормальный. Поэтому еще могу. Ну вот 59-й, ну в принципе, нам ни туда, ни сюда. Поэтому вот Сара я бы лучше добавил в аренду. Вот. Будем ждать клуб, который им заинтересуется. Потому что, ну, продать мы его за хорошие деньги никуда не сможем. А за копейки отдавать, ну, как-то не очень. Сейчас у нас есть на примете два центральных защитника. Это Пау Торрес и Жо Гомес. Обоим по 24 года. Вот. По росту практически идентичный. То есть Пау Торрес чуть повыше. Один испанец, другой англичанин. Если заберем Гомеса, заберем игрока у клуба конкурента прям прямого для нас. Вот. Он стоит 55-80 миллионов. На тот момент, как Пау Торрес 71-100. Можно так сказать. Поэтому, в принципе, Гомес подешевле выйдет. Но у нас, в принципе, даже таких денег сейчас нет. Поэтому просто сейчас копим на Гомеса получается. Ну и все. Сейчас переходим к матчу Ливерпуль-Челси. Вот, естественно, первым составом. Так, я вижу, у меня Тиаго Сильва. Немножечко подуставший. Поэтому давайте я, пожалуй, его бы заменил. Ну вот, Аспеликуэда Кристен Ценсар. Самый готовый это Аспеликуэда. Поэтому его и возьмем. Поэтому все. Вот таким составом мы выходим. Ливерпуль-Челси на Энфилде. Поехали. Ну что же, мы на Энфилде. Легендарный английский стадион. Легендарный стадион на Туманном Альбионе. Здесь происходили куча шикарных матчей. Из последних, которые прямо на памяти, наверное, болельщиков. Это, естественно, как разгромили Барселону. Если не ошибаюсь, в полуфинале это было. Лиги Чемпионов 4-0. После ответной игры, в которой проиграли 3-0 на Камп Ноу. Ну что же. Ливерпуль начинает матч в центре поля. Поехали. Отлично справилась оборона Челси. Ну и теперь ответная атака от гостей. Хаверц. Хаверц с мячом, да и бить-то можно, мне кажется. Да. Первый же удар от Кай Хаверца, кстати. И сразу же гол. Вот так вот. Немец играет не на своей привычной позиции. Он еще переучивается. Вот. Играть в этом сезоне на левом фланге нападения. Но пока что забил. Это главное. Жоржиньо, скорее всего, да. Отдает голевую передачу. И Челси выходит вперед. Мы увидели, что Ливерпуль не из тех команд, которые выиграли два матча на старте. Где-то они уже успели их потерять очки. Но вот Челси настроены решительно выиграть три матча из трех. Рикардо. Просто на вынос. Но вынос точным не вышел, к сожалению. Салах сейчас с мячом. И все-таки 1-1. Все-таки Ливерпуль наиграл на свой гол. Ну, были сейчас ошибки в обороне у Челси. Ну, и хозяева все-таки наказывают за такие моменты. И сравнивают счет. 1-1. Забивает Фабиньо. Ливерпуль в атаке. Ливерпуль в атаке. Неплохо. Хименес. Канте. Не точная передача часа. Ну, и сейчас могут поплатиться. И поплатились. Ори Ги. Раскритиковал я которого. Сказал, что зачем выпускать незабивного форварда. Меняя Фермина. Ну, вот так вот. Именно Ори Ги. Вводит вперед. В очень важной игре. Ливерпуль. Действительно. А Челси терпит первое поражение. В английской премьер-лиге. Ведя по ходу матча. Все-таки. Все равно проиграли. Какие-то, значит, вот есть. Большие проблемы. Особенно в обороне. Как мне показалось. Во втором тайме отдали игру полностью в сторону Ливерпуля. Ну, и мы видим, что по статистике-то Ливерпуль на три мяча наигрывал. Челси только вот на один. Чистый, можно так сказать, на два. С округлением. Так что Ливерпуль поднажал действительно на Челси во втором тайме. Лучшим игроком. Там кто-то стал, естественно, у Ливерпуля. Даже не буду смотреть, кто у нас стал худшим. Чилл, Аспиликуэта, Перейра. То есть, вот. Можно сказать, все. Ну, вся оборона, действительно. Все пять игроков идут так низко по рейтингу. Но все равно. Ни у кого нет оценки ниже шести баллов. Так, нам приходит сообщение. Хаверц готов поменять позицию. Вообще замечательно. Замечательно. Теперь он у нас будет левым вингером в команде. Так, ну и теперь ему бы какую-нибудь другую тренировку поставить. Вроде как и в скорости неплохо он. Вот разгончик бы ему, наверное, побольше. Чтобы действительно мог убегать на фланге абсолютно ото всех. Так, Брукин, хорошо, что вы передумали отдавать меня в аренду. Но действительно, мы тебя продать решили. Здесь я не пожалею, даже вот так скажу. Но в любом случае, мы его сразу же перевыставили. Я не знаю, откуда у него такие вот мысли в голове сейчас. Так, Хаверца решили купить. В обмен еще на Хоффмана 29-летнего. С доплатой 73 миллиона. Естественно, отклонить. Потому что Хоффман нам, в принципе, не нужен даже по позиции. Так, Куачича хотят подписать в Манчестере Юнайтед. Ну вот смотрите, Реал, Ювентус, МЮ просто интересуются парнем. А он у нас даже вроде как в стартовом составе не играет. Сейчас даже проверим. Действительно. Он у нас во втором с Саулем на пару в центре поля бегает. Итак, по Чилвалу пришло предложение в Лестер-Сити. А я не помню, где был до этого Чилвал. Вроде как раз в Лестере. Всего сейчас еще и вернуть хотят, но, к сожалению, нет. Вроде как он в Лестере играл. Или в Эвертоне. Вот что-то такое вот было. Ну что же, а у нас последний час трансферного окна. Так, что у нас по деньгам? Су-28 миллионов мы потратили. 5-300 заработали. Зинченко, кстати, перешел в Тоттенхэм. Последний там час трансферного окна. Так, ежемесячный отчет по нашим молодым игрокам. Марвин Ван Дайк все так же еще у нас числится. Потенциал 94. Давайте ему тоже план развития немножечко другой сделаем. Он у нас центральный полузащитник. Так пусть у него вот просто все характеристики с пасами и должны прокачиваться. Распасовщиком он должен быть гениальным. Итак, пришло нам предложение по Беттенелли, которого мы хотели отдать в Реал Валидолит на один сезон. В итоге Спортинг. Хотят его взять в аренду на 2 года. Давайте попробуем. Договорится, как минимум на 1. Вот, может быть получится. Так, ему и 29 лет в принципе. Поэтому мы сейчас посмотрим. Нет, на 2 года хотят. Ну давайте, нам-то без разницы. Он у нас в принципе не заиграет. С таким рейтингом ничего он там не получит. Поэтому просто для нас это третий вратарь, которого мы можем в любое время, в любом случае вернуть из аренды, если у нас будут какие-то проблемы. В любом случае мы сейчас еще и ищем нам нового второго вратаря вместо Кепы. Исландия нам предлагает стать главным тренером. Отклоняем. Так, предложение по ловшту с Чайку. В аренду его хотят с возможным правом выкупа в Интер. Сейчас попробуем договориться без. Возьмут, не возьмут. Интересно. Нет. Интер отклоняет. Такой вариант событий. Так, Беттенелли сдан все-таки в аренду, поэтому он зимой нас покинет, перейдет в Спортинг. Так, ну, перед четвертым туром, как я правильно понимаю, там никто еще не сыграл, я надеюсь, матч, и мы идем на шестой строчке, играем против Астанвиллы, так что сейчас борьба, может быть, пойдет за пятое место. Вот, но и играть я буду вторым составом, потому что у нас через пару дней там будет дебютная игра в Лиге Чемпионов против Ювентуса, так что там уже борьба за первое место в группе. Поэтому Челси и Астанвиллы играем дома. Поехали. Итак, Тима Вернера забил три мяча в трех последних матчах, но он в единственном своем матче из-за бил хэд-трик. Поэтому посмотрим, как сегодня мы отыграем. Шестая строчка, это мы, играем против пятой, это Астанвилла, ну и посмотрим, получится ли занять позицию повыше. Все-таки после вот этого поражения от Ливерпуля команда должна была, в принципе-то, отойти уже. Первый игрок на выход, так именно его описал главный тренер Челси. И в планах подписать Жо Гомеза, который выступает сейчас за Ливерпуль. Вернер все-таки забил. Перед самым перерывом Тима Вернер выводит вперед Челси. Это четвертый гол немца за Челси в этом сезоне в английской премьер-лиге. Лидер по этому показателю в команде. Не знаю сейчас, как там по чемпионату. Не посмотрел я бомбардирскую там гонку, но переиграл все-таки Мартинеса, который очень хорошо себя проявлял по ходу первого тайма, но в концовочке вот упустил. Для себя сухой матч, но Вернер ликует вместе с болельщиками. Вывести его один на один. Сам все делал немец в первом тайме. Сам накручивался, сам пытался бить, но забил только один. Мяч, к сожалению, своему Кепа спасает в первом моменте, но вот на добивании уже сплоховала оборона. 1-1. Дэниел Ингс, вроде Дэниел его зовут, забивает, сравнивает счет. Из-под прессинга неплохо. Испанец выходит. Сауль с мячом. На пустые, на маунта. 2-1. 2-1 маунт забивает, выводит вперед снова. Лондонская Челси. Ну вот неплохо сейчас. И Сауль шикарно отыграл на этом открывании вот от Вернера. Неплохо так пробежался. Ну и Кувачич устал, конечно. Столько черновой работы сегодня сделал. Давайте выпустим уже Канте на концовку встречи. Нам нужно удержать вот эту вот победу. Можно сказать, за пятое место. Ну а, кстати, у маунта тоже неплохая статистика. Это второй вы мяч во втором матче АПЛ. Такепа. Все. И просто на вынос. Действительно, минимальная победа Челси. Снова потрепали нервы игроки из Лондона. Но обыграли. Обыграли все-таки Астон Виллу. Со счетом 2-1. Ну и играли вторым составом. Неплохо. Жалко, что пропустили. Конечно, снова вот эти были моменты. Но очень хорошо играл Мартинес. Вратарь Астон Виллы. Особенно в первом тайме. По XG мы награли аж на целых 6 мячей. Ну и остановило на 3. Поэтому счет, мне кажется, должен был быть абсолютно другим. Так. Лучшим игроком стал Тима Вернер. В любом случае. Так. Ну. По выходу. Сейчас мы посмотрим на поле. Не буду я даже смотреть, кто на замену там выходил. Там Рикардо Перейра и Канте. Вот Алонсо. 6-0. Как будто вообще не играл. По моментам, мне кажется, вот он-то и провалил эту игру, мне кажется. Итак, вакансия по работе со сборными. Россия и Финляндия интересуются нами. Спасибо за информацию. Ну и пресс-конференция, посвященная первому туру Лиги Чемпионов Челси против Ювентуса. Вы сможете дойти до финала Лиги Чемпионов. Но в прошлом году мы выиграли Лигу Чемпионов. Так что мы определенно способны. Ответим так. Так, Лукаку еще сыграет. Скажем, ротация важна. Но действительно, он у нас основной нападающий. Поэтому сегодня он и выйдет. Команда может начать с победы. Давайте скажем, нужно сохранять концентрацию. Так будет лучше, потому что Ювентус сейчас тоже не в лучшей форме. Мы тоже вот проиграли Ливерпулю. И еле обыграли Астанвилу. Поэтому будет интересно посмотреть, что выйдет из этого матча. Хоть он и домашний. Так, у меня уставший Лукаку я вижу. Силва. Чилвел. Но Силва снова не могу я без него. Мы видели, что без Силвы мы пропустили два мяча от Ливерпуля. Поэтому я надеюсь, что все-таки дело именно в бразильце. Поэтому сегодня мы его и выпустим. Особенно против Ювентуса. Состав у них интересный. У них, кстати, перешел Бейл. Ну, странно, как у них расстановка Александра Нолд слева. Минди. Я не знаю, но это либо Бенджамин, либо Ферлан. И Делихт справа. Очень странно, конечно, но да ладно. Челси. Ювентус. Первый тур Лиги Чемпионов. Поехали. Первый тур Лиги Чемпионов. Еще и на Стэнфорд Бридж. Челси принимает Ювентус. Ну, на данный момент это самая, наверное, громкая вывеска. Группового этапа этого сезона. Потому что ни Мальмо, ни Виктория Пыльзень не соберет столько народу на Туманном Альбиване. Итак, перформанс от болельщиков Челси мы увидели. Там был Петер Чех. Поэтому посмотрим, получится ли сегодня лондонцам одержать первую победу в Лиге Чемпионов Еврокубок. Они в Еврокубке отыграли уже в этом сезоне в матче за Суперкубок УЕФА. Одержали победу. Поэтому посмотрим, что сегодня выйдет у этих команд. Посмотрите, что творит сейчас. Ювентус развлекаются как могут на Стэнфорд Бридж. А Челси и допускают такие моменты. И опасный гол Марата. Прострел хороший был сейчас от Дебалы. И Челси пропускают дома еще и в первом туре Лиги Чемпионов. Ужасная, конечно, игра команды сегодня. Аким Зиеш. И все-таки забивает по пустым. Лукаку здесь уже добивание сработало. Ну просто здесь даже Челси, мне кажется, не наиграли на этот мяч. Но забили, слава богу. Получилось сравнять. Доконтролировали этот момент сейчас в атаке. Много народу уже пришло в штрафную. И все. Финальный сесток. Итог матча на табло 1-1. Челси еле дожали эту ничью. Выгрызли. Просто один какой-то момент с отскока. Но что-то происходит с Челси неладное. Вот ходи по их сжи. Челси наиграли больше. Но по игре ужасно. Действительно домашняя команда сегодня отыграла. Лучшим стал игроком. Ну, наверное, там кто-то в Ювентусе. Да, действительно, Марата. 7-8 он получает оценку. Так, у нас кто-нибудь провалил. Так, ну, кстати, нет. Или да? Ну, вот именно Бен Чиллу являлся из той компашки 11 игроков. Самый низкий рейтинг. Но 6-5 я бы ничего не сказал про него плохого. То есть, вроде как все было по игре. Все нормально. Но чего-то вот не хватило в Челси. Так, ну и сейчас Челси, кстати, идет на пятой строчке. Мы опередили Астанвиллу. Выше подняться, к сожалению, не получилось. Так, предложение по Баркли. Лестер-Сити. Я не помню, Баркли в Эвертон не играл или в Лестер-Сити. Вот снова уже. Так же, как и про Чиллла было. Хотят его на полсезона. Получается, с зимы до лета. До конца сезона. Вот так вот его забрать. Сейчас посмотрим на сезон. Будут ли они согласны? Нет, хотят краткосрочно. Мы, в принципе, согласны. Поэтому главное, чтобы Баркли теперь был готов. Так, 60 на 40 в пользу Лестера. Они будут большую часть выплачивать. Да, они согласны. Теперь последнее слово за Баркли. Ну что же, Тоттенхэм идет на восьмой строчке. Мы еще и на выездной игре сегодня. Итак, вы готовы к следующему матчу? Нужно играть лучше. Я хочу так очень сказать, но нельзя. Скажу, все как обычно. Так, вы добьетесь стабильности в игре команды. Игроки в скором времени выправят игру. Я на это вообще надеюсь. Как вы мотивируете игроков выложиться по полной? Каждый матч одинаково важен. Игроки все знают. На самом деле, нифига они что-то не знают. Ни с Ювентусом, ни с Астанвиллом, ни с Ливерпулем. Хорошую игру они не показали. Ну что же, лучший у нас сейчас бомбардир это Стерлинг. Пять забитых мячей. Но у нас именно в команде Тима Вернера с четырьмя мячами. Так, ну выйдет у меня первый состав. В любом случае. Хоть и у Тоттенхэма тоже уставший. Я могу, конечно, несколько игроков выпустить. Того же Вернера, к примеру. Посмотрим поначалу. Вместо Хименеса Аспелькуэту. Вместо Силову Маку Кристенсена. Вместо Жоржиньо Ковачича. Вот такой. Вот такая соляночка небольшая сейчас, конечно, вышла. Но посмотрим. Что из этого выйдет. Тоттенхэм против Челси. Дождь на стадионе Тоттенхэм Ходспорт Стадиум. Поехали. Итак, лондонское дерби. Тоттенхэм принимает Челси. У Челси какая-то действительно пошла кризис. Кризисная игра. Хоть и не сильно они теряют в результатах. Они сегодня проиграли Ливерпулю 2-1 на выезде. Сыграли минимально, обыграв Астанвилу. Сыграли в ничью против Ювентуса дома в Лиге Чемпионов. Вот выездная игра против Тоттенхэма. Которые идут, правда, и ниже их. Но посмотрим, что будет, в принципе, по результатам. Но какой-то вот прям слаженной игры в составе Челси и в играх Челси не наблюдается. Ло Чельсо. Очень опасный сейчас момент, конечно, у ворот лондонского Челси. Кейн. Кейн с мячом и... И все-таки забивает. Харри Кейн. Открывает счет в сегодняшнем матче. Далеко, конечно, вышел Минди из ворот. Ну, там уже просто надо было и защитникам помогать просто как-нибудь уже перекрыть. Но пропускает Челси. Кстати, пропускает второй матч уже первым. Сона сейчас даже просто мяч не смогли отобрать. И все. 2-0. 88-я минута. Шикарный лонгшот. От... Хён Минсона. Ну и... Два мяча подряд мы вроде вообще не пропускали. Ужасная игра. Ужасная игра в сегодняшнем выпуске от Челси. Как исправлять, я вообще не знаю. Первый гол дебютный забивает Хён Минсон. Так, Джорджиньо. Лукаку забивает все-таки один. Вот, выпустили его не зря. Ну и, в принципе, там и все. Мы только сделали минимальное это поражение. Еще и Лукаку сейчас отпразднуют, конечно. Ну, очень обидно, что так все сейчас у нас произошло. На 90-й минуте. Лукаку забивает, можно сказать, гол престижа. По этой игре мы не наигрывали на победу. Но на ничью могли. Если бы не пропущен этот мяч от Хён Минсона. 2-1. Очередное у нас поражение с таким счетом в английской премьер-лиге. По XG. Мы наиграли, кстати, на три мяча. Тоттенхэм не наиграл. Поэтому я не знаю, почему. Такой результат на табло. Лучшим стал, естественно, там кто-то из Тоттенхэма. Но у нас... Сейчас посмотрим. Там Лукаку хоть и забил. Получил оценку 6.3. Вот. А также по игре вот Людигер 6.4 Перейра. Опять же, оборона у нас идет как бы внизу. Но не ниже 6.0. Поэтому просто в чем-то игра у нас не складывается сегодня. Ну что же, на этом все. Ребята, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok